На скамье подсудимых 13 человек. По версии следствия, именно они были зачинщиками и участниками массовой драки, которая произошла во дворе ресторана «Древний Рим» в новогоднюю ночь. В этой драке был убит 23-летний мужчина. Один из участников пырнул его ножом. В ходе первого предварительного заседания стороны выдвигали требования и ходатайства. В ходе опроса подсудимый Каир Надербеков заявил, что в отношении его следственные органы применяли пытки. Также во время задержания меня пытали, заставляли признать вину. В Михайловском отделе полиции майор по званию, не помню фамилию, у него имеется автомашина, камни 50-й модели, черного цвета. Он применял пытки, заставлял признать свою вину. Я свою вину не признал. Продолжались пытки. В течение 2-3 часов меня в кабинете пытали, били. Ваша честь, я, грубо говоря, уже в туалете кровью плевался на этих пыток. А что добавить нечего, я прошу провести расследование и наказать виновных сотрудников. В убийстве 23-летнего карагандинца подозревается лишь один из подсудимых – Юсиф Нурулу. Он отрицает свою причастность к этому тяжкому преступлению. Его мать уверена, что сына подставили. У меня сегодня на руках есть доказательства, видеокамера и два самые главные экспертизы Астана. Экспертиза там доказывает, это не Юсиф, это не Юсиф Нурулу. Он, во-первых, левша и рос маленький. Мы доказали. Просто у нас доказательства сегодня никто не хочет принимать. Несмотря на то, что следствие уже окончено, в этом деле больше вопросов, чем ответов. Такое заявление по итогам предварительного слушания сделал отец погибшего молодого человека. Я вот изначально говорил, там было 37 человек в драке. Из них там женщины, разнимающиеся, если убрать, хотя бы 25 человек должны были закрыты быть. И вот тогда выяснилось бы, кто из них кто. Может, вот эти невиноваты. Может, кто-то кому-то, вот этот вот, как бы, как сказать, на них все это передают, в общем, по делу. А в самом деле, наверное, другие. Я тоже сейчас вот сомневаюсь в этом. Уголовное дело насчитывает 63 тома. В списке подозреваемых также числится Нарек Гурурян, который бежал из страны. Он сдался правоохранительным органам России, но не признал вины в убийстве. В Казахстан мужчину до сих пор не экстрадировали. В ходе предварительного слушания адвокаты подсудимых заявили ходатайство о возвращении дела прокурору, а также об избрании меры пресечения на более мягкую. Своё решение судья Шарип Сисимбаев огласит в пятницу, 6 сентября. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.